Здарова, дорогой! Сегодня у нас с тобой обзор видеокарты для маленькой Полит-2060 Супер Дуал. Я решил разделить этот ролик на три части. Первая будет часть кефир. Почему я так решил сделать? Потому что все очень просто. Я три дня сижу с этой видеокартой, вожусь туда-сюда, туда-сюда, и получается как бы по другим монетам я пока еще ничего не делал, а мыслей есть много, которые бы я хотел рассказать на эту тему. Рассказывать буду, подытоживать мысль не только по этой карте, а по всем 2060 Супер, потому что мне ребята представили кучу этих карт, но об этом чуть попозже. Второй ролик я сделаю. Как только этот ролик соберет тысячу лайков, в ней будут уже монеты, то есть специализированные. Сейчас пока не буду говорить какие. Почему специализированные? Потому что 2060 Супер, 8 гигов на борту, то есть должны копаться хорошо монеты, которые по памяти. Понимаешь смысл? Готов? Погнали! Часть первая, кефир. Полит-GeForce RTX 2060 Супер Дуал. Ценник 31 тысяча рублей. Это ебнешно. И это по большому Владу еще получается. Так, обрати внимание. Два кулера. Тихоходные, кстати. Не знаю, насколько это мне поможет. Правда, на всей моей ферме шум здесь стоит конкретно. Но как бы они тихоходные, и это хорошо. Подсветка, которую видно за километр. То есть иду с магазина, и вижу, как моя карта, ну, ты понимаешь, да, майнит. Она тебя сдаст, поэтому надо ее будет выключать. Потом выключу. Хрен с ним. Здесь, в отличие от 1660 Супер, две трубки. В принципе, это хорошо. Но и сама по себе карта особо-то не греется. Вот. Здесь не видно, видишь, там термопрокладки. Их видно снизу. Но я сейчас не буду снимать, но они, по-моему, как следует прижаты. Собственно, что тут добавить? Давай поддобавлю. Сейчас я обойду с другой стороны, покажу тебе порты. Потому что у меня здесь этот чумодан мешает, видишь? Сзади три порта. Заглушек не было. То есть DVI, HDMI и DisplayPort. И заглушки на PCI-16 тоже не было. Что только я не делал по кефиру, чтобы выжать нормальный хэш. По порядку. Я ставил RayFOS. Там играл с настройками. Я ставил HighFOS. Играл с настройками. Ничего не помогало. Я поставил одну винду. Туда не вставал драйвер. После этого переставил другую винду. Опять драйвер не вставал. После этого мне ребята сказали, иди туда-то, скачай там последнюю винду, и драйвер встанет. Когда я скачал последнюю винду, действительно, сайта Microsoft запустил. Драйвер на автопилоте подтянулся. После чего я обновил до нужного драйвера. После чего я скачал еще, помимо этого, драйвер с Polito. Помимо этого я уже хотел прошивать, но прошивать ладно. Помимо этого я, видишь, в батнике писал определенные частоты. Тоже ничего не помогает. Он вообще не слушается. То, что для старых карт работает. M-клок, CC-клок и так далее. На этих Polito 2060 Super вообще не работает. Я не знаю вообще, на 20-й линейке работает ли или не работает. Что еще я пробовал? Ну, последнее, что я хотел сделать, я хотел ее прошить. Прошить. То есть я зашел на TouchPowerUp. Предварительно перед этим я скачал BIOS при помощи вот этой утилиты фирменной. Кстати, вот эта утилита чуть помогла. Она как и мы сами автоберно работают, только я так понял, она отпалита. Я ее на сайте Polito скачал. За счет нее прибавился целый один мегахэш. Ну, как бы из одного мегахэша я с рейва переходить не собираюсь. Понимаешь, мне смысла нету особо там. Я думаю, тебе тоже где-то там внимание на рейве, на хайве. Здесь вот есть кнопка, видишь, скачать BIOS. Сохранить BIOS. Я нажал и, грубо говоря, BIOS сохранил. То есть прошивать я ее буду. Буду, но я решил все-таки пока карта живая, пока не окирпичил, сделать обзор по тем параметрам, что есть. А там уже как говорится, как Бог, даст, прошьется, не прошьется. Чем буду шить? Скорее всего, найду такую же карту, у ребят, я уже видел, есть, у которых майнит эти же самые карты. Вот видишь, на микроне майнит 43-44. Возможно, здесь другая версия BIOS. То есть или предварительная была, это уже с защитой у меня стоит, или более новая, не знаю. Вот смотри, все сам. 38.1 мегахэш, в идеале я видел 38.6, на ней это при старте майнера проходит несколько минут, все равно вот так падает. При этом, если я отдаю больше 7500 мегагерц по памяти, да, у меня ядро сразу перестает слушаться, падает вниз, падает на 2-3 хэша. Я не знаю, что там такая за зашивка умудрительная получилась. И получается, что оптимальные значения я вижу где-то вот так. То есть ядро 1020-1050, да, но карта максимальная имеется в майнере. И вот 7-480, где-то 7-490 максимальная мегагерц по памяти. После этого вообще начинается какая-то эврика. 147 ватт, минус 40 тушка, то есть 107 она кушает. Занизить больше я не могу, Павлим, ни тут, ни в оригинальной программе тоже, видишь, настройка потребления 71%. То есть если как-то занижать, то уже какими-то другими средствами. Через батник я пробовал занижать, не занижается. Причем обрати внимание, если я вот здесь прибавляю, не знаю, там сколько-то памяти. Ну, например, вот так, да, 850 смотри за хэшем сразу. За хэшем, за ядром. То есть ядро, видишь, упало, хэш сразу начинает падать. Вот он еще так не сильно упал. Вот теперь уже видишь. То есть 685, вот тут в моем случае это максимальное значение. И причем уже ничего не помогает, хоть я вот сюда ядро выкручу, видишь, уже ничего ей не помогает. Все, все, пациент готов, понимаешь, пациент приехал. То есть выкрутил вроде ядро побольше, а оно уже 36,9, понимаешь. Хочу сделать предварительный вывод чисто по кефиру. Мне вот тут, ребят, прислали разные значения. Видишь, карта 26 от супер. Обрати внимание, 37,5. Дальше. Это все разные карточки. Вот смотри, у человека 4 карты, и все 4 разные. Сейчас я увеличу, чтобы ты видел. 36,3, 37,5, 39,7, 39,7. Следующий. Две карты у человека. Это, по-моему, колины. 40,6, 42,7. То есть все они абсолютно разные, в зависимости от того, какой чит памяти. Четыре карты. Смотри, одна 39,3. Ты понимаешь, как мне не повезло, да? У человека 39,3. Или вот 42,25, да? Или 42,12, 41,12. То есть эти карты для майнинга кефира, с учетом ситуации с биосами, то, что их тяжело прошивать, да? Скорее всего, не подходит. На мой взгляд. Почему? Я объясню тебе мое мнение. Потому что отдать за карту от 31 тысяч, как я отдал, до 40 тысяч, да? И получить за эти деньги там 37-42 мегахеш, это хорошо, если ты получишь 42, как вот человек получил, да? Еще куда не шло. Чтобы майнить кефир, да? Братан, ну проще, я не знаю, проще там купить 580, 8 гиговых там, пускай по 10, по 11 тысяч бушных, да? Три, а то и четыре карты, если повезет, да? И там будет по 32, по 33 с карты, понимаешь? Ты получишь 4 такие, грубо говоря, такие же карты, да? То есть ты получишь 120, пускай 150 мегахеш. Проще купить 10, 1060 или P106, да? Иметь по 25 мегахеш карты. За эти деньги там, ну с условием, что они пускай по 9 тысяч будут, 9,4, 36, средняя цена на 20, 60, супер. Ты, получается, получишь 100 мегахеш. И так далее, блин, я не знаю, ну ее вообще нет смысла брать для майнинга кефира. По другим монетам мы сейчас твое посмотрим, но только не кефир. Однозначно эта карта не подходит, даже если у тебя топчик, который жмет 42, 43, 44 мегахеша. Беря даже во внимание то, что ватна, тарахеш получается очень хорошо. Но опять же, у тех же 1660 супер еще лучше получается. Ну там тоже не все так просто. То есть я заснял 33 мегахеша вроде как. Ребята многие купили, говорят, соленый, блин, ты что, нам профит испортил? Я говорю, что? Я, говорит, пошел купил, а не 28-30 жму. Я говорю, а я при чем? Я говорю, просто обзор делал. Я говорю, на будущее буду добавлять. И вот я добавляю эту мысль. Понимаешь, что нет смысла никакого покупать эти карты для майнинга. Это мое мнение. Кефира. Так, для тех, кто не понял, показываю на цифрах. Вот она карта. 38,1 мегахеш. Потребление 107 ватт в месяц 52 доллара. Ну или 3700 рублей, в зависимости от курса. 3700, 3800, 3900. С учетом вычета на розетку 3 доллара 16 центов мы отдаем, мы зарабатываем 49 долларов. Или можно купить 8-ми гиговые. Я не знаю, это что цена по большому блату. Да хрен с ним, даже давай не 8-ми гиговые, там, не знаю, 4-ми гиговые, например. Да даже хрен с ним 407. Да даже хрен с ним, что через полгода у нас кефир отвалится. И иметь с 4-х таких карт, обрати внимание, с 4-х карт, тут даже с 5-ти карт получается. Ну пускай 120 мегахеш, 4 на 3, 120, хотя вот эти 32, 33 ходят без базара. 120 мегахеш, 452, 3 рубля розетка. 164 доллара. Понимаешь, 164 доллара тут или 52 доллара тут. Вот поэтому я говорю, что вот эта видеокарточка не подходит для майнинга эфира. Это не значит, что она не подходит для других монет. Для других монет мы с тобой еще посмотрим, обязательно в этом разберемся. Но для майнинга эфира она точно не подходит. Не бери ее для майнинга эфира. Если ты хочешь узнать, как она будет на других монетах себя показывать, то давай попробуем собрать тысячу лайков. И я завтра, максимум послезавтра, там, как следует, все изучу и засниму для тебя эту мысль. А у меня на сегодня все. Подписывайся обязательно в Инстаграм, Телеграм, Твиттер, на Ютуб. Я всегда и везде рад тебя видеть. Всего доброго, пока-пока тебе. Субтитры сделал DimaTorzok